Свой рабочий день глава города начал с обхода улицы Виноградной. Впрочем, на этот раз центральная магистраль его интересовала меньше, чем спуски к морю. Перед началом купального сезона это особенно актуально. Увиденное мэра не порадовало. Обшарпанные заборы, грязные тротуары, неухоженная зеленая зона, принадлежащая санаторию Солнечный. Вход на городской пляж Светлячок испорчен строительным забором. Все это глава курорта потребовал убрать, а на территории навести порядок. Можно сейчас написать и снести все. По 222. Мы подъезжаем к пляжу, начинается пляжная территория и сразу же вот это вот уродство. Есть у нас такое право самим сносить. Больница номер 2 тоже не порадовала. Расположенная в бывших корпусах санатория Красмашевский, она уже давно вызывает массу нареканий со стороны сочинцев. Например, старый тесный корпус, где расположилось гинекологическое отделение, было построено еще до войны. Сегодня оно выработало свой ресурс и перестало соответствовать требованиям и нормам современного здравоохранения. Переселение пациентов в комфортабельные и просторные больницы курорта назрело давно. Его планируют завершить к середине лета. По гинекологии понятно. Ждем, пока переселим с детской больницы. А хирургия что? И хирургию, и гинекологию переводите. Есть куда переводить. Они, говорят, все знают. Зашел Анатолий Пахомов и в храм Святого Владимира на улице Виноградной. Он считается одним из красивейших соборов региона. Сейчас мастера и иконописцы ведут в нем фресковую роспись. Этого события прихожане ждали давно. Деньги на реконструкцию по просьбе главы города выделили меценаты. Мэр старания художников оценил, но попросил подкрасить и входную арку храма. До официального открытия летнего сезона остаются считанные дни. Времени на устранение недостатков остается немного. Но Сочи непременно встретит гостей чистым и опрятным. Даже в маленьких переулках заверил глава курорта.